Доброго дня, уважаемые никобольчане, марганчане, покровчане. Я Виктор Артеменко, администратор интернет-ресурсов. Доброго вечера мы из Никоболя. Постараюсь быть краток. Суть вот этого материала в том, что в последние дни очень активно стали в комментариях, я думал то люди, сам повелся, даже начал в личку им писать, но в основном то какие-то боты российские, пророссийские, которые подводят любой материал, которые имеют тематику, они почти все сейчас имеют тематику связанную с войной, настоящей войной с Украиной, они подводят к тому, что Россия не такая уже и плохая, что только переговоры нас как бы, нам помогут. Так вот, переговоры уже идут. Их проводит Залужный, проводит ВСУ и довольно успешно. Другие переговоры возможны только при таких позициях, когда полностью уходите с Украины, полностью забирайте всех своих сочувствующих отсюда, чтобы вами и не воняло. Понимаете? Вот. Значит, выплачиваете репарации, наказываете военных преступников в основной массе и сами стреляетесь получается, да? А мы ставим стену и живите там в своей макшанской баночке, будьте Северной Кореей, как вам угодно. Понимаете? Просто, грубо говоря, уберите, пожалуйста, детей от экранов, от мониторов, там, телефонов. Убрали. Так вот, россияне, просто отъебитесь от нас. Просто отъебитесь, чтобы вами тут и не воняло. Никопольчанам, да, сегодня закинул такой пост, как бы просто, ну, он с иронией, да, написано было, что неважно какой ты национальности, главное, чтобы не русский, да? И там, к моему удивлению, пошла, значит, какая там такая муть, что, а вот у меня бабушка русская там, так что ей уезжать? Ну, что за бред, блин? Понимаете? Вы прекрасно понимаете, что я хотел с этим сказать и к чему это подведено. Но я считаю, что после победы Украины нужно, понимаете, как можно больше полностью вычистить, чтобы и не воняло вот этим россиянством здесь. Вот просто поймите меня правильно. Иначе, иначе что? Иначе и снова братья, да, там, как бы, я не знаю, если Никополь, ну, ничего не научила, да, меня некоторые там пишут, люди, не боты, пишут, что я, как бы, разжигаю межнациональную рознь, да, огонь разжигаю межнациональную рознь. Вы уверены, что это я разжигаю? А может, вот эти снаряды, которые прилетают к нам в город и днем, и ночью, может, они разжигают? Что еще хотелось сказать? По языковому вопросу. Уже не раз, я даже не могу сказать, сколько раз в своих материалах я говорил о том, что после победы переходим на украинскую мову. Я довольно, ну, не так хорошо владею украинским языком, не так хорошо, как те члены партии коммунистической, которые в нужное время одели вышиванку, и щебечать так, я не так немножечко. Поэтому после перемоги переходим на украинскую мову, это 100%. На данный момент, на данный момент на всех ресурсах доброго вечера мы с Никополя, мовное питание закрыто. Те, кто хочет внести какой-то разлад среди украинцев, кто больше патриот, да, я им скажу, что, знаете, вы займитесь вот рекладом, какой след литературы, да, техничной литературы, вот, чтобы программное обеспечение было написано по-украински, да, чтобы вот это. А не надо, как кацапы, навязывать в плане вот только так и все. Нет, давайте мы сначала победим эту гниду, этого таракана, этих тараканов, вот, а потом поступово перейдемо на украинскую мову. Надеюсь, что все меня правильно поняли. Всем спасибо. Собода, Украина!